был у меня уже на выступлениях и кто не был на выступлениях хочу понять кто кто здесь у нас так так минус плюс плюс минус плюс отлично так пока что пополам отлично 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 новая аудитория вот супер да ребят после прошлого вебинара фееричного многие мне написали говорит влад мы хотим еще нам все равно что ты там будешь говорить говори главное будет мы хотим те же самые кейсы хотим новые кейсы хотим еще раз понять что же такое из себя представляет кросс-маркетинг с чем его едят и каким образом он нам может сделать сгенерировать x2 по прибыли ребят сегодня у нас с вами будет такой знаете очень полезный вебинар потому что сегодня у нас будет много практики сегодня у нас будет интерактив сегодня у нас будет практика сегодня мы будем разбирать ваши какие-то истории поэтому запаситесь ручкой карандашом листочком будем считать будем генерировать вот и моя задача как и прежде это сделать так чтобы вы после этого вебинара у вас была одна только мысль а что так можно было вот это первая моя задачка вторая задачка чтобы вы поняли действительно что кросс-маркетинг это то что вам нужно и то в чем есть определенная ценность сейчас вот в нынешнее время во время пандемии и сейчас как никогда нужно создавать коллаборации нужно создавать партнерские взаимоотношения то есть я считаю недавно давал интервью на рбк и меня как раз спросили влад как ты считаешь какой самый главный тренд вот 2020 2021 года и вы знаете я сказал что самый главный тренд это создание взаимоотношения и объединение потому что объединение ресурсов объединение баз объединение клиентов это то что может действительно без финансов при гону приводить клиентов это то что может генерировать деньги без вложений на рекламу и сегодня как раз таки да будет будет запись ребятушки давайте не будем пока в комментариях писать ничего чтобы фокус не сбивался вот я буду задавать вопросы вы будете писать поэтому пока что не нужно писать ничего в комментариях и мы с вами у нас будет все не с вами интерактив просто чтобы я не сбивался а вот значит тренд это в объединениях и я очень рад то что сегодня у меня есть возможность для вас рассказать это поподробнее давайте сразу начнем с небольшого кейса и сразу разомнем свой мозг в плане математики и сразу начнем с подарка с розыгрыша я думаю что вам это очень нравится но прежде чем хочу понять кто из вас уже применяет кросс-маркетинг вообще уже применяет и кто еще пока не применяет поставьте плюсики кто применимая кто не принимаем применяет поставьте минусы так отлично люди подтягиваются так минус 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 плюс я понял супер тогда для вас вообще будет сегодня открытие года я вам обещаю смотрите да супер где чтобы в этом глаза не светило о отлично значит смотрите давайте приведу вам пример и сразу загадаю вам загадку первый кто отгадает кто напишет цифру первой получит 5000 на мою международную образовательную площадку в качестве подарка я думаю что это хорошая история смотрите возьмем магазин шуба и меха шуба и меха запишите себе там на листочке и в день туда приходит порядка 40 человек из 40 человек 4 человека покупает из четырех человек которые покупают точнее средний чек 20 тысяч рублей прибыль 10 тысяч рублей вот скажите мне пожалуйста сколько приносит денег вошедший человек в магазин отлично отлично роман хохлов роман хохлов роман хохлов забирает приз тысяч рублей все правильно молодцы 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 смотрите получается 40 человек 40 сколько разных вариантов друзья мои отлично считаем 40 человек вошли 10 тысяч рублей с каждого человека то есть 40 тысяч точнее 4 4 человека купили 10 тысяч с каждого человека получается 40 тысяч делим на 40 человек получаем тысячи рублей вот так что роман хохлов напиши мне в инстаграм я тебе пришлю код значит и получается следующее а мы понимаем что каждый пришедший нам приносит тысячу рублей и давайте сейчас я выключу наушники чтобы удобно вот ребят так меня слышно нормально поставьте плюсики пожалуйста а то в наушниках что-то неудобно почему роман я первый ответил сейчас посмотрю так 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 сейчас не знаю мне роман сейчас я скриншот поставлю и все и потом просто кому кого там какие вопросы сразу вышли вот значит поехали дальше да отлично теперь смотрите получается следующее у нас ребят давайте не будем рассуждать там роман не роман ребят все погнали дальше не будем отвлекаться все поехали а то а то сейчас чат закрою вот чтобы не отвлекались значит это и 40 человек получается у нас приходят из них 4 человека покупает каждый за пришедший получается что нам приносит тысячу рублей и по факту по факту как мы можем себе позволить заплатить за каждого пришедшего порядка 100 рублей теперь напишите пожалуйста в комментариях какой подарок мы можем себе позволить чтобы он себестоимость стоила 100 рублей но чтобы человек за ним пришел в магазин кожи и меха то есть себестоимость 100 рублей но чтобы нормальный платежеспособный человек пришел за этим подарком в магазин кожи и меха и чтобы себестоимость была 100 рублей напишите варианты как вы считаете какой подарок мы можем себе позволить себестоимость химчистки 100 рублей ну немножко сомневаюсь но пускай будет что еще чехол для шубы уже интереснее так крем кто-то за кремом да пойдет расческа для меха серебряная подвеска смотрите я когда был такой кейс я предложил шарф то есть это была уже зима и я когда жил в китае я поставлял тоже шарфы я покупал их по 100 рублей отправлял их рублей по 300 а в магазине в санкт-петербурге они продавались по полторы тысячи вот и получалось то есть можно например купить шарфов за 100 рублей а теперь внимание ребят мы берем продукт и делаем сертификаты на получение данного продукта то есть берем шарф который стоит 100 рублей у нас по закупке вешаем его у нас в магазине ставим стоимость там тысячи рублей за шарф и потом в магазины в магазины в салоны где наша целевая аудитория платежеспособная продаем этот сертификат на получение эксклюзивного шарфа там не знаю за тысячи рублей продаем по 100 рублей оптом теперь скажите мне пожалуйста кто считает поставьте плюсики что реально например в рестораны продать оптом сертификаты на получение шарфа за 1000 рублей за 100 рублей чтобы они вшили к себе как добавочную ценность к своему продукту к примеру ты если покушаешь на там 1000 рублей ничего не получаешь покушаешь на 1300 рублей получаешь шарф за 1000 рублей то есть у них такая акция они вшивают 100 рублей в повышенный средний чек и получается что делают вот такую добавочную ценность кто считает что это хорошая акция для ресторана то есть покушай там не знаю на 1300 рублей получишь шарф за 1000 рублей конечно это очень крутая акция и естественно при правильной коммуникации можно продать им эти сертификаты за 100 рублей а теперь смотрите доходимость доходимость в получении данного шарфа будет в лучшем случае 15-20 процентов понимаете о чем я то есть человек покушал получил сертификат на получение шарфа ему надо доехать до магазина кожи и меха и получить этот шарф так вот доезжаемость по статистике в среднем максимум 15-20 процентов а это значит 100 рублей то мы получили вперед и если мы возьмем доезжаемость даже 20 процентов то каждый доехавший нам приносит 500 рублей а это значит что а себестоимость у нас 100 рублей и получается человек который доехал он нам приносит уже 400 рублей чистой прибыли просто за счет того что он приехал понимаете понимаете даже он еще шубу не купил он еще ничего не купил он просто приехал за шарфом который у нас себестоимость 100 рублей мы продали сертификаты за 100 рублей оптом те создали добавочную ценность по кросс-маркетингу и дальше доезжаемость будет 15-20 процентов и получается каждый доехавший приносит 500 рублей вычитаем шарф 100 рублей и получаем 400 рублей просто за счет кросс-маркетинговой цепочки друзья мои даже шубы продавать не надо да все верно роман все правильно да мы мы заработали на тех кто приехал и на тех кто не приехал понимаете и в этом и есть прелесть кросс-маркетинга в этом то есть если раньше у людей у раньше у людей было знаете такое понимание что кросс-маркетинг это типа ты покупаешь в одном магазине тебе дают скидку 5 процентов в соседней все забудьте эту историю сейчас у вас есть Владислав Бермуда который разрабатывает вот именно вот такие цепочки именно вот такие нестандартные решения которые позволяют именно создать вот именно как на доехавших прибыль так и не доехавших вот и все понятно да теперь смотрите теперь делаем дальше у нас люди приехали получили но вы сейчас скажете блин ну это же не целевая понятное дело мы там по 400 рублей заработаем но что нам дальше то делать что нам нужно дальше делать из тех людей которые приезжают чтобы их конвектировать в клиенты друзья я сейчас вам расскажу схему которая у вас ну самая простая схема которая сгенерирует вам всем дополнительную прибыль самая простая но она реально очень рабочая я вам сейчас расскажу ее как мы делали по старинке в течение двух лет до появления как раз блока кросс-маркетингового на Global Intellect Service понимаете то есть сейчас эта схема которую я сейчас вам расскажу она полностью оцифрована и она полностью как бы автоматизирована и не надо делать это в виде сертификатов все что я говорю когда я говорю слово сертификат вы должны понять что теперь возможно сделать все в электронном формате причем еще именно именно очень еще аналитику еще очень можно хорошую производить эффективности того или иного инструмента то есть вот когда мы делали с сертификатами там с аналитикой было не очень хорошо потому что это надо там считать надо понимать сколько сертификатов принесли сколько унесли короче ну это такая теперь эта вся история автоматизирована в цифровом виде как бы и можно просто как бы по ходам отслеживать сколько человек дошли сколько из них купили какая эффективность кросс-маркетинговой акции то есть ну это вам уже как бы ребята там расскажут поподробнее и в этот в курсе у нас как раз есть который висит на площадке вот но сейчас главное понять схему смотрите человек приходит за шарфом и нужно сделать так чтобы либо он стал клиентом либо стали клиентами его друзья ребята запомните пожалуйста что основные клиенты это друзья ваших клиентов и но никто не будет вот так вот знаете купил что-то и всем название я купил там шубу я купил там шарф получил я купил там это никто не будет это специально делать поэтому им надо помочь поэтому мы даем три сертификата каждому пришедшему то есть в электронном виде то есть мы даем им там три кода в электронном виде каждому пришедшему на определенное количество там баллов например да при определенной сумме ��ми то есть к примеру при покупке на 20 тысяч там 5 тысяч при покупке на 50 тысяч и у человека появляется вот этот ресурс то есть у него появляется баллы у него появляются деньги которые которые через какое-то время могут сгореть. И если он не потратит в течение двух месяцев эти пять тысяч, к примеру, или же друг у него не потратит эти пять тысяч, то получается, что у него эта вся история сгорит, ну и он потеряет. Здесь идет психологическая история, очень крутая, на страхе потери. То есть ты даешь пять тысяч, и при покупке, например, на 30 тысяч, и дедлайн, например, два месяца. Человек понимает, что либо он сам должен что-то купить, либо он должен подарить какому-то своему другу, подруге, маме, папе, брату, свату, без разницы. Чтобы они... И получается, каждый пришедший, который пришел за шарфиком, который пришел за каким-то продуктом, который просто пришел клиент, он становится агентом, он становится агентом, и он начинает дальше транслировать и транслировать всю вот эту вот историю. Причем на страхе потери того, той или иной суммы тех или иных денег. Это знаете, как у меня есть товарищ, у него есть отель, Распутин. Кстати, а он, кстати, может быть, даже здесь он сейчас есть, не знаю. Вот, он тоже в UDS, и, ну, очень круто у него получилось с отелем завязать, и он там увеличил несколько раз продажи. Ну, сейчас не об этом. Он прикольную штуку сделал, он мне рассказывал, тоже на страхе потери. То есть у него задача была, ну, приводить людей на базу. Между Краснодаром, ну, в Краснодарском крае у него отель Распутин. И он такую штуку сделал, смотрите. То есть он стал отправлять людям деньги электронные. Там, например, в среду отправляет там пять тысяч, к примеру, которые можно потратить там выходные у него на базе. А на следующий день он стал говорить, все, теперь у вас на тысячу меньше. Ну, то есть было пять, стало четыре. Потом было четыре, стало три. И ты такой, не-не-не, стоп, стоп, я приеду, я приеду, не надо больше мои деньги забирать. Это же гениально, согласитесь. Ну, то есть тебе сначала дали, ты этим не стал пользоваться, а потом публично у тебя начинают это забирать. Понимаете? То есть, ну, и это, и у человека уже, как, чего вы меня забираете? Это уже мое. Ну-ка, не-не-не, я приеду и потрачу. И таким образом, очень круто у него получилось инструмент этот внедрить. Да. И получается, смотрите, ребят, вы сейчас, наверное, думаете, ага, вопрос доходимости, вопрос еще коммуникаций. Мы сегодня с вами поговорим немножко о том, как договариваться, да, то есть как договариваться с партнерами, потому что это один очень важный момент. Мы это будем обсуждать в конце вебинара, поэтому обязательно досидите. Именно одно дело создать цепочку, а другое дело договориться с кем-то о том, чтобы вместе, ну, реализовать кросс-маркетинговую какую-то стратегию. Потому что, как вы понимаете, как только ты к кому-то приходишь, ты уже особо не интересен. Ты занимаешь позицию просящего, и, собственно говоря, тебе это нужно больше, чем ему. Я думаю, что вы уже многие уже это поняли. Поэтому есть определенные технологии, есть определенные инструменты, которые позволяют не занимать позицию просящего и создавать вот эти вот партнерские вот эти вот цепочки, создавать, договариваться, ну, и, собственно говоря, делать вот эти вот просс-маркетинговые истории. Теперь поехали дальше. Смотрите, рассказываю вам следующий тест, следующий кейс. Значит, первый момент. Вот давайте, ну, давайте на простом. Давайте на простом. Вот у нас есть, например, там салон красоты, и есть, например, ресторан. Вот напишите, пожалуйста, как вам акция? Значит, покушай там в ресторане, к примеру, на полторы тысячи рублей, и получи массаж за полторы тысячи рублей в подарок. Вот как вам вообще? Заходит? Покушали бы? То есть вы пришли такие, поели на тысячу двести. Вам подходит официант, говорит, вы знаете, если вы на полторы тысячи еще на 300 рублей закажете ческей, то вам массаж в подарок полноценный, там, ну, минут на сорок, кайфовый массаж. Поставьте плюсики. Кому бы зашла бы такая акция, и они бы докупили бы на 300 рублей, там, этот ческейк, морс, там, или еще что-нибудь. Да, для клиента пушка вообще. Теперь смотрите. А как же нам это сделать? Да, вот интересно. Блин, ну это же реально, как нам это сделать? Сейчас расскажу. Вот сколько зарплата, пишите у себя на бумажках, вот, сколько зарплаты у массажиста. Вот если мы его возьмем на зарплату, вот, не на процент, конкретно на зарплату, чтобы он с утра до вечера делал массаж. Я думаю, что тысяч пятьдесят в лучшем случае. Ну, то есть, как бы за пятьдесят тысяч мы найдем стопудово нормального массажиста в месяц. Теперь смотрите. Если мы, сколько он может сделать 40-минутных хороших массажей, например, даже там головы можно, там, ну, разные, без разницы. Сколько он может сделать за день? Ну, восемь. Вообще спокойненько. Теперь смотрите. За месяц он может сделать, получается, двести пятьдесят. Да. Если он восемь в день. А за месяц, ну, там, с выходными посчитаем двести. И получается, мы покупаем двести массажей за пятьдесят тысяч рублей. И получается, один массаж нам обходится в двести пятьдесят рублей по себестоимости. Теперь смотрите. Мы посчитали нашу себестоимость, если человек у нас на зарплате. Теперь так. Теперь, а теперь мы берем, идем в ресторан и делаем ту же самую историю. Мы говорим, слушайте, купите у нас сертификаты по сто рублей, которые на полноценный массаж сорока-минутный. Ну, вот, напишите цифру. За сколько реально, кстати, можно продать массаж за полторы тысячи рублей? Оптом. Вот, ну, это может быть не только ресторан, ребят. Чтобы вы понимали, просто это пример, ну, для всех понятный. То есть это может быть любая компания, магазин, розница, даже там салоны, медицинский центр, спа-центр. Вообще без разницы, друзья мои. Ну, то есть вопрос просто целевой аудитории. Где ваша целевая аудитория? Все. То есть напишите, за сколько реально продать то, что стоит полторы тысячи оптом? Триста, двести. Вот смотрите, вот вы написали туда, там, триста, пятьсот, вот в среднем тут получается триста. Давайте возьмем меньше, чем вы написали. Давайте возьмем двести. Ну, так, сто не будем брать, ну, это совсем уж этот, ну, вы поймете, что сто еще больше будет. Давайте возьмем двести. За двести рублей мы продаем то, что стоит полторы тысячи рублей, и ресторан вшивает это в свой повышенный средний чек. То есть, опять же, например, покури кальян не за тысячу рублей, скажем, а за полторы тысячи рублей. Маржинальность, вы знаете, какая у кальяна, там себестоимость 50 рублей у них там, вот, ну, утрировано. И получается, что ты получаешь там все эти деньги на массаж. Кайфовая акция, которая создается, сарафанное радио, привлечет клиентов, поднимет чек, короче, пушка. И получается следующее, он выкупает по двести рублей, и мы получаем следующее, доходимость в активацию данного сертификата на массаж в среднем составляет 18%. Ну, это я говорю, мы делали со спа-центрами, то есть, там, спа-услуга хорошая, прямо это, вот, у нас где-то была 18%. На массаж была где-то, там, 13-14, ну, возьмем максимум, там, 18. И получается следующее. Получается, что каждый дошедший, если мы продали по двести рублей, если мы возьмем даже 20%, принесет уже тысячу рублей. А у нас себестоимость, если у нас человек на зарплате, получается 250 рублей. И получается, каждый пришедший нам приносит уже 750 рублей. И получается, опять же, мы зарабатываем на тех, кто пришел, и на тех, кто не пришел. Понимаете, да, о чем я? Вера, если до сих пор платит за выход до процент, значит, нужно взять другого человека и начать ему платить зарплату, если вы используете вот эту схему. Вот как вот, я сейчас в Сочи качаю как раз отель, очень крутой отель, детокс-отель. Скоро, кстати, буду сюда группу тур вести как раз, вот, если кому-то интересно, потом мне можете написать. Вот, и для предпринимателей, то есть люди приедут, и они как бы за 6 дней полностью оздоровятся, очистят организм, там всякий этот кишечник, плюс там с головой с психологом поработают, плюс там шейные позвонки вставят, там мануальный терапевт крутой. Ну, короче, вот эта вся история. И у них есть массажист, то есть, и мы там в программу вписали там кучу массажей, ну, то есть, ну, массажей. И так, ну, массажист получает, у них в среднем там, у них массаж стоит там 3 тысячи рублей, а массажист получает половину, полторы тысячи. Но я посчитал, что если мы будем каждому платить по полторы тысячи за массаж, если я группу привезу, то у нас получится себестоимость сразу как бы вырастает. И я говорю, давайте возьмем одного крутого массажиста на зарплату, и пускай он обслуживает эту группу. И мы, получается, в итоге мы посчитали математику, и мы сократили просто раза в два цифры во время себестоимости. И у нас, и в итоге сейчас вот как раз нашли людей, которые за стабильность, за стабильность. То есть, им, ну, важнее получать постоянно фиксированную историю, нежели там думать, а будет сегодня клиент или не будет сегодня клиент. А будет очень много таких людей, которые за стабильность, понимаете? И поэтому с ними можно договариваться. И по факту, и по факту получается следующее. То есть, мы берем, выкупаем человека на месяц, там, или там платим ему зарплату, делим его время, создаем добавочную ценность как бы там, где есть трафик, и таким образом заполняем его это время. То есть, вот этой добавочной ценностью. То есть, вы сейчас спросите, наверное, у вас есть вопрос, а сколько нам нужно договориться, например, с теми же самыми ресторанами, чтобы полностью забить время одного там массажиста того же самого? Это нам что, нам надо там с полным, со всем городом договориться? Давайте посчитаем. В среднем в одном ресторане 150 человек в нормальном. Если мы возьмем на повышенный средний чек 30 человек, ну, точнее, 30 процентов, это 50 человек. Доходимость в активацию мы посчитали где-то в районе 15 процентов. Следовательно, с одного ресторана в среднем дойдет где-то 7 человек в день. Вот и математика. Из 150 человек, которые приходят в ресторан, получается, по математике 7 человек придет на массаж. Причем, получается, нам нужно договориться с двумя где-то, ну, максимум с тремя точками, да, там, ресторанами, там, ну, где тракт, вот, для того, чтобы полностью заблудить массажиста и чтобы сделать вот эту вот наикрутейшую коллаборацию. Ребят, ничего, вот для меня здесь, ну, ничего сложного нет, потому что я в этом живу. У меня за последний год более 320 компаний, которые вошли индивидуально со мной в финансовые взаимоотношения. То есть, которые вот так вот, как вы, например, слушаете, говорите, блин, круто, классно, здорово, но у меня совсем другой бизнес, и я не понимаю, как у меня это сделать. У меня, например, уникальная ситуация, у меня там пивные точки, например, да, там, или же у меня там уникальная ситуация, у меня там ювелирная. Уникальная ювелирная сеть или еще что-то. Могу вам сказать четко, что кросс-маркетинг работает очень круто практически везде, особенно в B2C. В B2B немножко другие технологии, немножко другая история. Но и при этом, при этом, сейчас я вам расскажу пример из B2B, ну, чтобы вы понимали, что это даже там работает. К примеру, есть человек, который, к примеру, таргетолог. Давайте разберем вот эту историю. Есть таргетолог, который работает в B2B-сегменте. Ну, компания, которая занимается таргетингом, к примеру, настройкой. Вот, и они, этот, они, значит, работают с компаниями и заключают контракты с компанией. Теперь смотрите. Получается следующее. Если у нас, вот я недавно общался с таргетологом, он говорит, я говорю, сколько ты берешь денег? Он говорит, 30 тысяч брал в месяц. Но сейчас, когда вот эта пандемия, она, все стали таргетологами, все пошли учиться онлайн. Ну вот, и, ну, 30 тысяч уже мало кто там платит. Раньше платили. Я говорю, так что ты хочешь? Он говорит, я хочу, чтобы мне платили 30 тысяч рублей в месяц за ведение таргета. Я говорю, хорошо, теперь смотри, вот, друзья мои, вот кому нравится такая акция? Если ты берешь у человека ведение по таргетингу за 30 тысяч рублей, все 30 тысяч ты возвращаешь к себе как депозит на дизайн. К примеру, все мы заказываем дизайн, все мы как бы пользуемся дизайнерами, я плачу постоянно дизайнерам. То есть, и вы получаете, делаете 100% кэшбэк на дизайн. То есть, при том, что вы, ну, работаете с хорошим специалистом, он дорогой, он качественный, как бы, да, и вы понимаете, что, блин, я переплачу ему, там, не знаю, там, 10 тысяч рублей, но я 30 тысяч рублей верну на дизайн. Кому, поставьте плюсики, нравится вот такое предложение, как бы, УТП, например, для компании по таргету? Да. Да, да, это отличное предложение, понимаете? То есть, и по факту получается следующее. То есть, а теперь вопрос, как же нам это сделать? Смотрите, мы берем дизайнера на зарплату. В среднем дизайнер нормальный на зарплате получает те же самые, там, 50 тысяч рублей в лучшем случае. Если это где-то в регионе, так там еще гораздо меньше. Там зарплаты в среднем 20-30 тысяч, понимаете? И много людей, которые сидят, мамы, например, в декрете, и они за стабильность, понимаете, чтобы им не искать заказы. Не все, как бы, хотят искать заказы, продавать, вот это все. Они хотят просто тупо утром вставать, начать делать ту работу, которую им дают, и просто вечером ее сдавать. Все. Они не хотят заморачиваться с поиском заказов, понимаете? Их огромное количество, этих людей. И мы можем, как бы, их брать. Мы берем такого человека, платим ему зарплату 50 тысяч рублей. Причем зарплату можно платить в конце месяца. Заметьте, не обязательно у вас должно быть 50 тысяч, чтобы ему вперед отдали. Теперь смотрите, получается следующее. Вы берете этого человека. Теперь скажите мне, пожалуйста, вот я вот заказываю презентации. Вот сколько времени нужно дизайнеру, нормальному, хорошему дизайнеру, чтобы сделать, ну, хорошую презентацию для компании, там, не знаю, на слайдов 10? Сколько вот презентажку эту делать по времени? Вот сколько, как вы думаете? В среднем, ребят, делать ее по времени один день. Один день. А теперь смотрите, рыночная стоимость презентации где-то меньше, где-то больше. Вот. А в среднем рыночная стоимость презентации 10 тысяч рублей. Я вот плачу 10 тысяч рублей, чтобы мне сделали презентацию. И, как бы, есть кто и 20, и 30 просит, как бы, да, кто-то подешевле, там, за 5 тысяч рублей, там, на каких-то сайтах, еще что-то. Ну, в среднем 10. То есть один слайд – одна тысяча. И получается что? Что если мы берем этого человека на ЗП, то он нам в день делает одну презу, и рыночная стоимость этой презы – 10 тысяч рублей. То есть за месяц он нам сделает 25 през. Если, получается, у нас зарплата 50 тысяч рублей, и он нам сделает 25 през, то получается себестоимость одной презы – 2 тысячи рублей. У нас получается, если у нас на зарплате. И по факту, если, то есть за 2 тысячи рублей мы получаем рыночную стоимость 10 тысяч рублей. И если нам нужно отдать кэшбэк 30 тысяч, понимаете, то получается, что мы 2 тысячи умножаем на 3, потому что 10 тысяч мы получаем за 2 тысячи, 30 тысяч мы получаем за 6 тысяч. Логика понятна, да? И получается, мы эти 6 тысяч вшиваем 30 тысяч, и получается, что у нас остается 24 тысячи, но при этом мы делаем кэшбэк 100% на дизайн. Вот и все. Вот вся магия от Бермуды, понимаете? Мы берем оптом, загружаем в розницу, создаем добавочную ценность в одной теме, отдаем в другой историю и получаем уникальнейшие предложения для наших клиентов. Мы отстраиваемся от конкурентов вот так вот просто, потому что если мне нужен таргет, и у меня вот здесь вот, например, 30 тысяч рублей, а вот здесь вот 20 тысяч рублей. Но вот этот, я понимаю, что прикольный специалист, я хочу к нему, но десятку переплачивать я не хочу. И он мне говорит, Влад, слушай, я тебе эти 30 тысяч отдам на дизайн, сделаешь как бы, ну, на 30 тысяч потратишь, то уже гораздо интереснее становится, понимаете? То же самое, что, к примеру, мы берем, например, там, не знаю, журнал и берем фитнес. Вот смотрите, то есть еще один кейс, да? То есть нам нужно продавать рекламу в журнале. И реклама в журнале, скажем, стоит 60 тысяч рублей. А теперь скажите, вот поставьте плюсики, вот плюсики и минусы. Вот я к вам прихожу, говорю, классный журнал, давай, короче, рекламу в этом журнале, стоимость 60 тысяч рублей, будет класс. Кто готов? Вот поставьте плюсики, кто готов, и минусы, кто не готов. За 60 тысяч рублей купите рекламу в журнале с непонятным результатом. Да, я думаю, что вряд ли, вряд ли. Вот, видите, сколько, то есть, а люди, которые продают рекламу в журналах, они удивляются, почему у них не покупают. У нас же такой классный журнал, почему у нас не покупают. Нихрена не понятно, но очень увлекательно. Смотрите, ребят, это хорошо, что вам непонятно. Могу вам сказать, что это хорошо, что некоторым из вас непонятно, а может быть даже половине. Знаете почему? Потому что тем, кому понятно, они отстроятся от тех, кому непонятно. Потому что если вам, кому непонятно, вы не начнете углубляться и разбираться в этом, то те, кому понятно, они вас обгонят, перейдут и отстроятся от вас, и будут покупать у них. Поэтому у вас есть два варианта. Либо надо сделать, чтобы сразу было понятно. А если вам сразу не понятно, то нужно сделать так, чтобы стало понятно. Вот и все. Углубиться. И совершенно разные есть методики. Вот. Смотрите. Друзья мои. Отлегся немножечко. Просто действительно, знаете, вот если бы... Ну, я могу, конечно, вам рассказать, как настроить таргеты. Ну, даже не таргеты, а, конечно, как директ или там e-mail рассылку сделать. Но мне кажется, сейчас столько как бы людей, которые это вам могут рассказать, что если бы я сейчас это рассказывал, то у нас сейчас было бы как бы вот не 155 человек, а вот так динь-динь-динь-динь-динь. И к концу было бы 20, понимаете? То есть, и это, ну, это везде. У меня за последний год было 149 выступлений в семи странах, друзья мои. То есть, это практически каждые два дня выступления. То есть, это самолет почти что каждый день. И так вот до пандемии там реально целый год. А в сентябре, во время пандемии, у меня было 9 городов. Это где-то порядка 20 перелетов за месяц. Это даже в пандемию. И только за счет того, что это важно, это интересно, это ново, это дерзко. Это именно то, что вам позволит отстроиться от ваших конкурентов. Это именно то, что позволит поднять именно средний чек в несколько раз дороже продавать. Это именно то, что может создавать коллаборации, и вы можете получать ресурс благодарных партнеров, с которыми вы что-то сделали. Они вам благодарны, и вы замутили какую-то новую интересную тему. Вот в чем привилегия. Вот в чем уникальность кросс-маркетинга. Покажите мне хоть один инструмент, который может позволить, там, не знаю, за 50 рублей привезти целевого клиента в тот же самый там ресторан. Или там за 100 рублей целевого, ну, хорошего клиента в тот же самый ресторан. Хоть один мне инструмент покажите. Да нету таких инструментов, кроме сарафанного радио, которое тоже нужно стимулировать. Понимаете? И тоже туда нужно деньги вкладывать. У меня как-то это спрашивают. Я работал с молочным комбинатом. У меня много я с крупными компаниями работаю, там, с оборотом от миллиарда, и с маленькими салонами красоты, и парикмахерскими. Мне без разницы вообще. То есть я у них спрашиваю, слушайте, сколько вы денег тратите на рекламу? Они говорят, миллион рублей в месяц. Я говорю, отлично. А сколько у вас по сарафанке? Ну, то есть поставщиков там заключают контракты, там, вся вот эта вот история. Они такие говорят, 80% сарафан, 20% рекламы. Я говорю, они вам не кажутся странным? То, что стоит, то, что приносит вам 20%, вы туда тратите миллион рублей в месяц, а то, что приносит 80%, вы туда ничего не вкладываете. Они такие, блин, реально? А как так? Ну, это же сарафан, он же просто рассказывают люди как бы. Я говорю, сарафан нужно и можно стимулировать. И туда вкладывать бабулечки нужно, туда денежки нужно вкладывать именно туда тоже. Потому что он приносит 80% результата. А реклама, маркетинг приносит 20%. Ну, просто многие не знают, как стимулировать этот сарафан, понимаете? Вот то, о чем мы сегодня как раз и говорим. Именно за счет вот этих дерзких, нестандартных решений мы как раз и можем стимулировать этот сарафан. За счет того, что мы даем человеку 3 сертификата для его друзей и вкладываем туда свою энергию, ресурс, деньги. Вот именно вот так вот мы можем стимулировать сарафан, понимаете? Просто об этом мало кто знает. Ну, или знают, но они тупо не делают, большинство. Ладно, погнали дальше. Возвращаемся к кейсу. Смотрите. Значит, у нас есть журнал. 60 тысяч рублей там стоит реклама. А теперь скажите мне, пожалуйста, мы уже поняли, что никому не интересно покупать там рекламу. А теперь, если я скажу вам, что если ты купишь у меня рекламу в журнале за 60 тысяч рублей, я тебе дам абонемент в фитнес-клуб годовой в World Class за 60 тысяч рублей. Как вам такая история? Купи рекламу за 60 тысяч рублей в моем журнале и получи за 60 тысяч рублей абонемент в World Class годовой абонемент. Поставьте плюсики, кому нравится. Уже интереснее, согласны? То есть получается следующее. То есть ты такой думаешь, блин, но если у меня эта реклама не сработает, я хоть в фитнес-клуб схожу. Либо абонемент этот кому-нибудь подарю, продам, там еще что-то. То есть психологически, тогда тебе гораздо проще расстаться с этими 60 тысячами рублями, потому что, может быть, и реклама даже сработает. Откуда ты знаешь? Но у меня есть страховка. Те же самые деньги на фитнес. А теперь вопрос. Как же это получить? Я очень много работаю с фитнес-клубами, и сейчас у меня на курсе монетизатора как раз сеть фитнес-клубов, они там, конечно, в шоке от этих всех инструментов. А у них большая сетка, представляете? И они такие, блин, где ты был раньше вообще? И смысл в том, что когда, ну, вот ты приходишь в фитнес-клуб, и тебе, знаете, как бы, не то, что там год, а тебе даже месячный абонемент вряд ли кто-то даст. Ну, просто как бы ты говоришь, отдайте мне месячный абонемент, я там подарю своим клиентам, и, собственно говоря, там будет вам счастье, люди придут, там и все такое. Конечно же, если занимать вот эту позицию просящего, скажут, господи, мы эти месячные абонементы продаем по 5 тысяч, почему я тебе должен дать их бесплатно? Вот, и поэтому такие люди, которые хотят работать с фитнес-клубами, они приглашают фитнес-клубы ко мне на мастер-классы, ко мне на тренинги, и потом после тренинга подходят, ну, что, работаем? А я такие, ну, да, что, очень круто. Вот, работаем. Ну, то есть нужно им в голову обшивать определенную, как бы, ну, математику и определенную логику. Ну, вот смотрите, давайте так сделать. То есть мы, у нас есть, например, фитнес-клуб, который стоит 60 тысяч рублей. Я прихожу туда и говорю, слушайте, я выкуплю у вас абонементы по 15 тысяч рублей оптом. Оптом по 15 тысяч рублей выкуплю абонементы, которые стоят 60 тысяч. И здесь есть три варианта. Три варианта. Первый, они говорят, Вася, иди, гуляй вообще. Ну, то есть какие вообще? Мы по 60 тысяч продаем, какие по 15 тысяч оптом? То есть и первый вариант. Второй вариант говорит, Интересно, ну-ка, давай логику. Я ему рассказываю историю с недоходимостью, рассказываю историю с добавочной ценностью. Вот это вот кросс рассказываю, и говорит, блин, прикольно, давай попробуем. И третий вариант. Человек был у меня на мастер-классе, на тренинге, и говорит, Класс, супер, давай, куда счет выставлять? Вот. И получается следующее. Если человек не хочет этого, то можно просто сделать следующее. Можно оплатить каждого дошедшего. То есть можно сказать, Окей, давайте так, я сделаю рекламную кампанию вашего заведения, к вам будут от меня идти люди, и я буду оплачивать каждого дошедшего. Это интересное предложение для фитнеса? Конечно, интересное. Ну, то есть, например, можно не просто, который там одно занятие, а который хотя бы там, не знаю, там 20 занятий выходил, Окей, я оплачу как бы там год, например, да, там. Статистика, чтобы вы понимали, доходимость в фитнес-клубах в среднем 10-15%. Это даже тех, кто покупает фитнес-клубы. Ну, покупает. В элитных подороже. Масс-маркет примерно такая статистика. В элитных побольше. Статистика доходимости, понятно. А в масс-маркет вот примерно такая. А если мы возьмем, и люди не покупают, а получают в подарок, то статистика еще будет меньше. Возьмем статистику те же самые, ну, давайте возьмем ту же самую статистику, те же самые 15%. Те же самые 15% возьмем эту статистику. И получается следующее. Если мы выкупили по 15 тысяч рублей, и 15% дошли и стали пользоваться, то, следовательно, каждый пришедший нам приносит около 100 тысяч рублей, а абонемент стоит 60%. То есть и для фитнес-клуба это практически в два раза больше, нежели они вот так вот в розницу продают свои клубы, свои абонементы. При этом, при этом, получается, что они еще зарабатывают на массажах, на тренировках, на вот этой всей истории. Понимаете? И мы, получается, просто посчитали математику, недоходимость, маржинальность, как бы, ну, просто вы ушли как бы в цифры и в статистику, и все. И получается, что мы забрали то, что стоит 60 тысяч рублей, их у человека в голове понятное. Мы получаем за 15 тысяч рублей. Эти 15 тысяч рублей вшиваем в стоимость публикации рекламы в журнале и получаем, да, получаем не 60 тысяч рублей, получаем 45 тысяч рублей, но нас не сгорает эта публикация, когда выходит следующий номер журнала. Понимаете? Вот и все. Вот оно, волшебство кросс-маркетинга. У нас есть курс, мы как раз записали совместно с Global Intellect Service, и он там стоит какие-то копейки, ребят. Он стоит что-то в районе 4,5 тысяч рублей. Ну, чтобы вы понимали, у меня консультация стоит 1000 долларов. Вот можете либо ко мне на консультацию прийти за 1000 долларов, можете либо курс, где полностью по полочкам там 10, по-моему, уроков, 10 блоков, все разложено, что нужно делать, как нужно же делать, когда нужно делать, какие могут быть подводные камни, каким образом контролировать всю историю, как это все оцикровывать. То есть это все есть там. И только вы можете выбрать, как бы, либо ко мне идти индивидуально за штуку баксов, либо взять и посмотреть нормальный курс, спокойненько взять попкорн, взять какой-нибудь напиточек, ну и, собственно говоря, как фильм посмотреть, раз выписать, понять, как это все работает, и начать внедрять. Я как-то выступал на одном мероприятии, значит, и там буквально 20 минут я выступил, какой-то один или два инструмента рассказал, и девочка встает такая и уходит. И я такой говорю, слушайте, а вы куда пошли? А она мне говорит, Владислав, я уже все поняла, что мне нужно сделать. Я сейчас пойду, это сделаю, и пойду, приду за следующим инструментом. Просто если я буду дальше сидеть, грубо говоря, то тогда у меня в голове будет каша, и тогда я не смогу дальше, ну там, ну как-то что-то реализовывать. И все ей давай аплодировать. Я это к чему? Не к тому, чтобы вы сейчас уходили с этого вебинара, как бы реализовывать там, ну какую-то из того, что вы уже услышали. Я к тому, чтобы вы сразу, желательно, в первые же сутки стали применять ту технологию, которую, как бы я вам сказал. Либо сделали какое-то действие. Либо действительно сделали, написали стратегию. Либо написали какой-то план. Понимаете? То есть важно, чтобы вы в течение, грубо говоря, суток начали что-то делать. И тогда это получится. У меня часто спрашивают, знаете, Влад, скажи, пожалуйста, у нас, ну, у тебя всегда эти схемы работают? У тебя всегда инструменты эти рабочие, они всегда срабатывают или нет? Как вы думаете, что я отвечаю? Напишите в комментариях. Я говорю, конечно, но только, если вы сделаете пять действий. Теперь запишите, пожалуйста, эти пять пунктов, которые вам нужно обязательно сделать, чтобы у вас схема кросс-маркетинговая сработала. Первое. Первое. Посмотреть курс по кросс-маркетингу. Вот. Тогда шесть. Шесть действий. Посмотреть курс по кросс-маркетингу. Первое. Пишите у себя. Второе. Опросить свою целевую аудиторию, чтобы им было интересно в качестве подарка, в качестве бонуса. То есть первое, точнее второе, создать опросы. Третье. Разработать стратегию. Разработать стратегию, пошаговый план, то есть чтобы у вас был прямо план. Четвертое. Внедрить ее. Внедрить. Пятое. Провести опросы и аналитику. То есть узнать, почему у вас что-то не сработало, почему люди не пришли, когда планировали прийти. Узнать это. И шестое. Подкорректировать. Корректировка, друзья мои. Основная история. В основном предприниматели останавливаются на четвертом пункте. То есть они все сделали, внедрили, у них что-то не получилось, и они к ней, я пойду по старинке таргет настрою. Надо проанализировать и потом подкорректировать. И когда ты начинаешь корректировать, 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 у тебя в идеале получается охренетительная схема, которая без денег генерирует тебе деньги. Без вложений. За счет партнерок, за счет коллабораций. Я вам обещал в конце вебинара рассказать, каким образом нужно договариваться. Каким образом нужно договариваться с партнерами, потому что, как я считаю, что если вы занимаете позицию просящего, ничего хорошего из этого не происходит. Даже какой бы гениальный продукт у вас не был. У кого такое было, что вы приходите, например, кому-нибудь и говорите, вам нравится наш продукт? Он говорит, да, он потрясающий. Ты говоришь, гавай деньги. Он говорит, нет. У кого такое было, поставьте плюсик. Да, конечно, у многих. У многих. Это прямо одна из самых популярных историй, понимаете? То есть, если ты приходишь и ты предлагаешь что-то, то ты уже неинтересен. Ты знаете, вот мне нужен был тут недавно тоже таргетолог. И я искал таргетолога. И мне человек пишет в Инстаграм, Влад, слушай, я таргетолог, я могу тебе сделать там что-то. Я ему говорю, спасибо, неинтересно, и дальше ищу таргетолога. Понимаете, как это работает в голове? То есть, получается, что если ко мне человек обратился, то получается, что он не такой уж и хороший таргетолог, ну, грубо говоря, потому что у него есть свободное время, у него есть, и он ко мне обратился, потому что, ну, там, у него куча свободного времени. У хорошего специалиста у него нету свободного, грубо говоря, времени, там, на, ну, там, либо его мало, понимаете? И получается, что я лучше найду таргетолога, сханчу его, заплачу ему денег, где там, не знаю, в три раза больше, понимаете? Но я сделаю это сам. Ну, по крайней мере, я додумаю, что это я сам придумал. Не обязательно, что это реально я сам придумал. Может быть, мне кто-то подсказал, или, может быть, мне кто-то вложил это в голову. Но мы лучше, когда мы додумываем сами. Это, знаете, вот я вот девушек делю на две категории. Одни очень мудрые, а другие чуть-чуть менее, чем очень мудрые. Знаете, чем отличается? Вот чуть-чуть менее, чем очень мудрые, они просят подарки. А очень мудрые, они делают так, чтобы мужчина сам захотел сделать этот подарок, при этом он подумал, что это он сам придумал. Согласны, девчонки? Но мы-то знаем, кто все решил. Девчонки, да? Во-вот. Я про то же. И в бизнесе то же самое. То есть, если ты начинаешь позицию просящего, ты неинтересен. Если ты вкладываешь в голову информацию, человек сам додумывает, да, интересная история, и он сам тебе предлагает, а куда заплатить денег, а можно с тобой поработать, вот это уже совсем другое. Давайте я вам сейчас пример четкий расскажу, и вы все поймете. Вот звонит мне женщина и говорит, Влад, слушай, у меня спа-центр. Я пошла, я сделала пятитысячные сертификаты на пять тысяч рублей, и, значит, типа, и хотела договориться с рестораном, чтобы они в качестве подарка давали своим веб-клиентам. Но это же хороший подарок. Вот поставьте плюсики. Кто считает, что это хороший подарок, когда ты приходишь в ресторан, и тебе дают спа за пять тысяч. Ну, то есть, два часа ты кайфуешь в спа-центре. Ну, реально, но это бомбический подарок. Она приходит в один ресторан и говорит, я готова вам на полмиллиона рублей подарить сто сертификатов. А ресторатор говорит, нам неинтересно. Она приходит во второй ресторан и говорит, я готова вам на полмиллиона рублей подарить сертификатов. А тот говорит, нам неинтересно. Она звонит мне, говорит, Влад, они что там, совсем с дуба упали? Я им говорю, полмиллиона рублей, держите, подарите своим клиентам, повысите там средний чек, ну, то есть вообще без проблем. А они говорят, нам неинтересно. Я говорю, правильно, потому что ты к ним пришла. Давай по-другому. То есть ты, у тебя есть еще ресторан? Он говорит, да, есть. Я говорю, ты приходишь к нему и говоришь, что я планирую создать акцию с ресторанами и хочу с ними договориться, чтобы они выдавали, дарили своим клиентам мои сертификаты на 5 тысяч рублей, там, на 2 часа спа. Скажите, как лучше это сделать, чтобы это было максимально эффективно для всех? Она такая, хм, интересно. То есть и она идет, задает этот вопрос, то есть она не предлагает, а она задает вопрос. То есть она говорит, я планирую создать с ресторанами такую штуку, у меня есть возможность сделать на пол миллиона сертификатов. Я планирую, как бы, сделать такую коллаборацию. Скажите, как лучше, как ресторатор, подскажите, как это лучше сделать, чтобы это прям выстрелило? И в итоге она мне потом звонит и говорит, Влад, я не успела сказать о том, чтобы, что я готова это дать бесплатно, а они мне уже предложили выкупить эти 100 сертификатов по 1000 рублей. Понимаете? То есть вот в чем смысл. Как только мы вкладываем определенную информацию, но при этом не продаем, человек сам додумывает, что ему это надо, и он готов за это заплатить и гораздо больше, и гораздо быстрее. Вот и все. И не надо ничего, никого убеждать. Это один из инструментов создания договоренности, как бы, как раз таки для партнеров в просмаркетинге, во всем, что с этим связано. Друзья мои, как вам контент, как вам понравилось? Поставьте по десятибальной шкале вообще, как вам понравилось. Так можно, что ли, было, да? Супер! Супер! Спасибо, Сауля, спасибо. Друзья мои, последнее, что могу вам сказать, это следующее, что, вы знаете, когда вот я очень часто, вот недавно у Воронина, Алексей, я прочитал такую, такой пост у себя даже, его перепостил, и я там прочитал, что вот зачастую, когда ты, ну, продаешь какое-то там обучение, ну, хочешь действительно, чтобы люди поняли, чтобы вовлеклись, чтобы, ну, получили какую-то ценность, очень популярный вопрос, что, например, Влад, все очень круто, мне очень нравится, все очень здорово, но когда будут деньги, тогда пойду учиться. Ну, вот, когда у меня будет, там, не знаю, четыре с половиной тысячи рублей, чтобы купить твой курс по кросс-маркетингу, полностью разложенный по полочкам, вот тогда пойду учиться. Ребят, когда мне так отвечают, мне кажется, что это две вещи. Первое, этот человек никогда не придет и не будет учиться, и никогда не купит курс. И второе, у человека никогда не будет денег. Потому что именно когда человек действительно хочет, он ищет возможности, он начинает договариваться, он начинает говорить, вот мне вчера написали, Влад, слушай, а можно я три твоих курса продам, а себе, например, бесплатно получи? Я говорю, ну, можно обсудить, там, свяжись, там, с Оксаной, с директором моим, там, обсудите, там, сколько надо тебе этих курсов продать, чтобы себе учиться бесплатно. Почему нет? Или там, например, а можно я тебе бартером, например, ты мне вот это, а я тебе, там, не знаю, там, ювелирные украшения, там, за 50 тысяч рублей, к примеру? Тоже возможно. И им гораздо проще, может быть, расстаться, у них там может быть сеть ювелирных магазинов, и гораздо им проще остаться с этим, чем заплатить это. То есть есть разные вариации взаимоотношений и создания договоренностей. Но вопрос, надо ли тебе это или нет, если ты понял, то, что ты хочешь в этом разобраться, если ты понимаешь, что тебе действительно это нужно, то просто ты берешь, после того, как мы сейчас закрываем этот вебинар, ты берешь, переходишь в консоль UDS, и просто говоришь, окей, мне нужно, я хочу разобраться в кросс-маркетинге, хочу купить вот этот курс. Все. И покупаешь. Вот и все. Поэтому, друзья мои, максимально хотел вам дать пользы. Я надеюсь, что вам понравилось. Судя по количеству десятков, как обычно, все круто. От себя с удовольствием добавляйтесь ко мне в Инстаграм. Сейчас я напишу свой Инстаграм. Буду рад вас всех видеть. И давайте, знаете чего? Давайте я каждому сделаю подарок. У меня есть такое настроение. Короче, у меня есть демо-версия книжки моей. У меня есть четыре. У меня четвертая книга уже выходит. Называется «25 креативных идей на миллион». Если кто-то не читал, я думаю, большинство здесь не читали, это та книга, которая взорвет вам мозг. Вот. И я ее... Это буквально там 30 страничек. Вот. Вы напишите мне в Инстаграм, и я пришлю вам ее в подарок. Вот. Оксана, подойди, пожалуйста. Этот... Как перевести на английский? Вот. Сейчас я пришлю вам ссылку на свой Инстаграм. Вот. Влад. Точка... Смотрите, ребят. Влад. Бермуда. Вот. Напишите мне о том, что пришли там книгу. Пришли книгу. Вот. Я вам сегодня в течение дня пришлю. Вот. Перед сном вы не заснете. То есть вы еще раз поймете, что это самые крутейшие инструменты, которые вы за последний, там, не знаю, год слышали, слушали. Вот. Но с точки зрения именно создания коллабораций, создания каких-то схем взаимоотношений и все, что с этим связано. Поэтому, друзья, желаю вам удачи. Спишемся в Инстаграме. С кем-то, если нужно, индивидуально поработать. Всегда готов именно в ваш кейс проработать и сделать наикрутейшую стратегию именно для вас. Поэтому с удовольствием пишите. И не забудьте обучиться на курсе. Он стоит 4,5 тысячи рублей. Я думаю, что уж найдете уже, если хотите развиваться. Спасибо большое. Спасибо.